Бандерас! В общем, как-то так. Но следующая номинация как раз и касается туризма. Называется она «Про-тур» и касается очень важного направления в развитии туристического рынка России сегодняшний. Это внутренний туризм. Нам есть что показать. У нас очень богатая страна. Я уверен, что господ, которых я собираюсь представить, встретят горячими аплодисментами. Дело в том, что вручать награду в эту номинацию будут люди, для которых минус 30. Это обычная комнатная температура. Исследователь Арктики и Антарктики, герой Советского Союза и герой России Артур Николаевич Челингаров. И не менее прославленный полярник Дмитрий Шпаров. Каждый про свою номинацию может сказать, что она самая главная. Но эта номинация очень важная. Великая страна. Великая во всех смыслах, потому что в том числе и пространство. Пространство, время дает возможность путешествовать, дает возможность исследовать, дает возможность открывать новое и проявлять себя. В номинации про тур представлены Кирилл Арестов, 25 лет, город Фрязино. На велосипеде, без остановок и отдыха, он проехал через всю Россию. Намотал 10 300 километров за 120 дней. Поменял 5 покрышек, 3 цепи, комплект тормозных колодок. Сделал 4,5 тысячи фотографий и получил море эмоций. Кирилл сам организовывает велотуры. Валентин Вергелюш, 23 года, Ростов-на-Дону. Поставил абсолютно рекорд на международных соревнованиях по скоростному восхождению на Эльбрус. Его результат 2 часа 36 минут специалисты назвали невероятным. Он первый российский победитель на таких соревнованиях за последние годы. Сергей Ломов, Чебоксары, Владимир Дзикунов, Москва, Полина Меркушова, Москва, Надежда Куреленок, Печора, Елисей Третьяков, поселок Глинский, Свердловская область, Анатолий Пучков, Томск, Татьяна Кузнецова, Рузаевка, Республика Мордовия. Эта семерка смелых туристов стала самой молодой командой, покорившей Северный полюс. Ребята прошли 110 километров на лыжах по льдам Северного Ледовитого океана. Там они подняли флаг Российской Федерации и флаг Годы Молодежи. Получить награду из рук прославленного полярника Дмитрия Шпаро и Артур Николаевича Челенгарова для этих ребят, наверное, мечта всей жизни. Итак, кто же победитель в этой номинации? Победители — полярная команда наша. Счастливая семерка! Приглашаем на сцену! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Аплодисменты. К исследованию Марктики. Ура! Мы бы хотели сказать и выразить огромную благодарность нашим руководителям Матвею Шпаро и Борису Смольну. Еще бы хотелось очень сказать, что флаг России и флаг Года молодежи очень красиво вписался в панораму льдов Северного полюса. Спасибо! Спасибо и вам, ребята. Поздравляем. Спасибо большое. Хочу тебя один спросить в лоб. Ты же ведь любишь спорт? Да, разумеется, Яна. Конечно. Придешь домой. Ляжешь на диван, включишь какой-нибудь спортивный канал и думаешь, да, спорт — это сила. Да. Ага. Ну, наша следующая номинация...